здравствуйте уважаемые зрители на первом альтернативном программа открытый эфир я владимир банчиков сегодня гости в нашей студии владимир иванович марков член общественной палаты республики бурятия юрист и бою ладаев общественный деятель режиссер автор ну достаточно нашумевшего на мой взгляд а фильмы живи и тема нашей сегодняшней беседы это очень актуально особенно последний год наверное два эта тема самоволок здравствуйте уважаемые коллеги прежде чем мы начнем давайте определимся так вот я безусловно условно займу сторону государства да вот так говорить так не скромно государство это я но я не лидовик там 14 или 15 и даже не путин но тем не менее вот хотелось бы начать разговор вот с чего ну нельзя у нас строится там где хочешь вот законам запрещено есть определенные участки да в поймах лет там внизу их еще где-то под лэпами насколько я знаю в зонах каких-то риска но люди строятся при этом они заранее обрекают себя на что у нас к сожалению пережитых советского прошлого это прописка все с этим согласны без прописки ты практически никто дети без если детских садов школ вся семья без поликлиник медицинского обслуживания и прочего в том числе и я там не знаю даже без пожарной команды вот как владимир иванович с этой точки зрения вы смотрите на такую мою постановку вопрос я думаю что раз вы представитель государства само государство сегодня не решает проблемы легального нормального выделения земли дело в том что очереди которые есть у нас даже для льготников ветеранов войны труда там многодетных семей там и многих других категорий на ней практически не движется потому что эти вопросы не решаются годами десятилетиями обещания бесконечные еще советских времен это тоже как бы переход но и сейчас особенно в общем то когда цена земли стала довольно высокая уже власть по-другому сразу стали относиться к этому образу и соответственно они стараются подороже продать ну а тем людям которые сегодня обездолены и не пис без земли без жилья которые хотят их жить достойно земли и не дают просто вот в ожидании того что когда-то это решится они годами это идут в конце концов ожидание кончается до начинается вот этот процесс занятия самовольных занятий земли которые есть вот под лэпами там зона затопления и так далее но и другие участки которые свободны сегодня поэтому надо прежде всего с причиной этого исходить причина в том что земли земли сегодня достаточно много но она во-первых сегодня не проинвентаризирована сколько на самом деле участков земли свободных сегодня не никто не знает в республике 95 года еще была государственная программа инвентаризации земель но к сожалению это программа государственная она хотя и была финансирована как будто за счет федерального бюджета но на самом деле эти деньги ушли никуда то есть они не полностью использованы на это на эти цели и до сих пор в городе ланда например по данным куи самим самих начата органов которые ведут землей на 39 процентов не не проинвентаризована земля город не считая районы которые есть вообще инвентаризации не слышали про это то есть нужно конечно исходить поскольку мы с 2001 года вводим платность за землю для жилищного строительства надо определить цену стоимость земли рыночная стоимость должна определить кадастр и стоимость на основе инвентаризации тогда будет уже от чего так сказать определять какая будет цена продажная если скажем мы на торги выносим этот участок земли то мы должны знать вот это рыночная стоимость и оттуда отталкиваемся потом уже реально обоснованно мы уже можем предъявлять покупателю цену сколько вот давайте от этого и тогда это будет непроизвольная обоснованная цена земли соответственно значит легально спокойно мы можем предложить множество вариантов земельных участков которые устраивает самого владимир иванович мы говорим о будущем как должно быть даже делать вот сейчас это очень на людей а которые находятся под угрозой вот недавно мы показывали да по моему все телеканалы показали сюжет когда нам 85-летнюю бабушку выселяют там ветерана великой отечественной войны выселяет из дома под угрозой сносов вот этим вот что им то делать что им делать вот в данном вот все те пришло постановление суда государства да вот государстве не выдал все ты должен убрать свой дом и освободить вот эту землю понятно значит я думаю что здесь только не может быть силовой способ решения проблемы это самый крайний способ как всегда бывает должен быть вообще-то а нужно сегодня решать вопросы так чтобы это было легализовано законодательно вот моя позиция такова что надо законодательно решать эти вопросы как сегодня решает законодательно вопросы но с 2006 года принят лидерами закон который отменил судебный порядок узаконивания земельных участков самовольно занятых так и по после этого началась и началась процесс к вот именно выселение сноса этих домов уже люди как бы сказать беззащитные остались нельзя им нельзя было защитить в судебном порядке доказать свое право на этот земельный участок и на дом который возведен на этом земельном участке ну и вот я думаю что если мы сейчас изменим прежде всего федеральный закон внесем статью 222 гражданского кодекса российской федерации это самовольные постройки называется статья как раз там вполне допустимо такое несколько изменений таких небольших внести там говорится о том что существует иной установленный законом порядок не судебный даже судебный порядок узаконивание земельных участков вот этот иной надо написать что отдать это право полномочия субъектом российской федерации потому что но это принято вообще решение о самовольных постройках осносах самовольных постройок это в интересах прежде всего центральных областей россии москва с санкт-петербург там кто вот густонаселенные вот эти вот на субъекты федерации а для нашей бурятии и хабаровский край там якутия и так далее это просторы огромные а люди населены ну буквально значит на один килограмм километр там бывает иногда и меньше человека получается да наоборот надо стремиться тому чтобы заселялись люди давать возможность выделять эти земельные участки и если мы начнем еще выселять этих людей которые уже построили то ну куда мы они денутся им не дает земельные участки и тут же еще выселяют ну что делать тогда этим людям то они пойдут опять к властям и говорить ну дайте нам социальное жилье дайте нам еще что-то там как мы семьи должны содержать и так далее то есть проблемы возникает социальные глубокие большие и пути силового давления значит он не имеет перспективы вот только законодательство тоже с фраме в бурятии также хурал может принять такой закон он принял два закона о бесплатном представлении земельного участка до 2001 года сначала 90 потом 2001 но в конечном итоге вот там такие сделали оговорки которые ликвидировали все все так сказать возможности опять легализовать по самому они постройки которые возведены сегодня еще пятьдесят и более лет назад практически просто это не самовольщики настоящим образом это люди которые получили это из рук государственных предприятий это люди которые получили даже ну по разрешению каких-то органов даже тот момент но момента когда введена была государственная регистрация права собственности вот свидетельства у многих отсутствует и они сейчас повисли потому что им государство сегодня не дало такой возможности она отменила а другой порядок не установила вот этот порядок надо устанавливать баир давайте теперь к тебе перейдем до что тебя сподвигло на создание такой остро социальной драмы бы так реализовал твой фильм живи какие вот побудительные мотивы ты сам к этому имеешь непосредственное отношение к самоволь самовольщика ну как самовольщики да ну я просто из того поколения наверно которые выросли в период вот этого застоя когда развалился наш советский союз то есть у меня родители жили в районе мама работала колхозе в один момент это все исчезло и в общем очень много у меня друзья в разных районах жил и тем самым ну куда деваться когда ничего нету ни будущего никаких перспектив то есть тем самым очень многие многие моего возраста старше меня не выехали в городу ланды и попытались найти себе работу и тем самым жить дальше ну и мне кажется в каждой семье такое было потому что у нас очень много родственников которые живут в районах и тем самым я в то время еще когда только начинал сценарий писать я очень много разговаривал с теми людьми которые живут самовольно кому как сейчас называть самовольно да хотя эти люди взяли ответственность на себя вместо власти которые находятся там в районах до республики ответственности на себя и тем самым решили свой вопрос тем что они выехали с района где нету работы чтобы дать будущее своего будущее для своего ребенка вот и тем самым я вот с этого по-моему начал что у тебя нет прописки это самовольно построился кое будущее ну кираж и место в детском саду не дадут ну это понимаете ну если смотреть с другой стороны да разговаривая с теми людьми которые живут самовольно они все почти почти все которые построиться они находятся в очередь за участками то есть в очереди по предоставлению участок они уже построились только потом они уже стоят то есть это не очень не сдвигается с места и тем самым они решили вопрос тем чтобы не стать там них возможности нету жить негде и тем самым они решили этот вопрос тем что они построили дома и дома не такие которые вот сейчас очень много говорят что там много богатых людей построить наверное есть такое но те люди которые живут самовольно выехавшие с района они перевезли свои дома забили последний скот продали все что есть и перевезли в город чтобы как-то обустроить себя вот смотри баир вот опять опять таки со стороны государства участке придет бумага да вот ты построил последние деньги тебе приходит бумага должен снести там в двухнедельный срок этот дом и делать что хочешь вот как в таком случае ну здесь наверно не надо рассматривать как в таком случае действует не на здесь надо рассматривать чтобы власть поменяла взгляды к своим гражданам то есть не надо делить республику на районы и на город то есть нашему анаде ланды чиновники которые решают эти вопросы они решают прежде всего за республику и те граждане которые выехали с района в город это те люди которые оплачивают также налоги также работали всю свою жизнь на это же государство то есть если смотреть то что произошло на левом берегу там всесли дом ветерана великого ветерана тыла ветерана труда сын этой бабушки ветеран труда тоже и дети отучились в институте и сейчас работать на государство это получается одним взмахом убрали три поколения и остались три поколения на улице но посмотри а если это опасное для проживания место а если это затопляемая зона у нас строится на левом берегу там уже все застроено там очень очень многих есть прописки только нету документов а про правоустанавливающих но этот вопрос можно было решить так то есть дать право собственности но с тем чтобы они все застраховались тем самым убрать ответственности от себя государство могло бы так решить но почему-то решает по-другому то есть лишает последнего вот как я смотрел интервью нашего министра позиции имущественных имущественных отношений магомедов магомедова она говорила что мы сами создаем создаем условия чтобы люди стали бомжами мать там в этих поселках живут люди которые хотят чтобы его даже конституции написано что каждый человек имеет право жить имеет право иметь свое жилье и рожать детей то есть все против конституции опять-таки все упирается я так понимаю владимир иванович да все упирается в государство но здесь надо вот что мы предлагаем а сейчас общественные слушания прошли у нас было общегорское собрание представители как самовольщиков таксадь где-то 800 человек пришли на это собрание и вот выразили они целую программу как надо решить эту проблему нормальным так стать путем а это значит что первую очередь мы должны приостановить исполнение решений судов и затребовать те органы которые подали эти иски затребовать обратно исполнительное производство второе значит если иски подали но они не рассмотрены их надо тоже затребовать обратно истребовать тем орган которые опять-таки подали эти иски до решения вопросов и рассмотрения вопросов которые должны законодательно решены то что я вам говорю то есть это государственная дома это народных урал когда они эти вопросы решат тогда можно значит вообще посмотреть в дальнейшем а может быть и не стоит подавать эти иски или исполнять эти решения потому что изменилась обстановка вот допустим даже вот возьмите закон 90 до 90 года когда урал принял да потом до 2001 года обстоятельства из уже изменились а до сих пор их старых эти иски или или даже исполнительное производство лежат на исполнение вот любой из них которые подпадают под действие этих законов они могут быть снесены они не не защищены сегодня вот чем дело и иногда даже не дают возможности зарегистрировать право собственности так вот зачем это делать сейчас когда уже изменилась обстановка она может меняться и дальше я думаю и она должна быть меня потому что все в наших руках человеческих если мы можем пораскинуть мозгами так сказать мы можем решить правильно эти вопросы власть пока этими мозгами не шевелит сражения вот я могу сказать так что органы государственной власти которые приглашены на общественное слушание вот я приглашал их на общегородское собрание там рабочее собрание был совещание вот они как бы делают вид что они озабочены этой проблемой но реальных шагов нет глава республики да почему он не решает эти вопросы он гарант конституции вряд ли он обязан по закону как раз заботиться о каждом человеке соблюдение их прав вот конституционное право на жилище допустим должен думать первую очередь среди всех других чиновников или скажем даже и общественная палата здесь должна быть как бы в помощи а почему он молчит он ничего не предпринимает никаких действий кроме того что он соглашается с тем что надо вот это сделал я видел вы достаточно резко разговаривали аспадем чепика у нас куда ну вот чепик допустим да то же самое же как раз разговаривает нежелезда комиссии по самовольным постройкам в том числе да я ему тогда задавался в эти чем пришли сюда почему вы здесь находитесь если вы не хотите высказать свое мнение и ответить на наши вопросы что вы тут никто или заместитель председателя правительства который ведает этим вопросом поэтому вот это вот я бы сказал верховный суд допустим тоже мы заняли такую позицию вот мы не можем участвовать в общественных слушаниях а мы просили не это мы просили просто дать нам информацию о состоянии сегодня гражданских дел по земельным вопросам как они решаются какая практика подсказать нам потом эти эти решения мы же не требуем от них какое-то заключение на какой-то закон мы просто просим помочь в этом содействует и по конституции бурятии и вообще по федеральным законам от наши органы как раз федеральные они обладают правом законодательности такие как допустим верховный суд бурятии по своим по вопросам может вносить определенные законопроекты или прокуратура республики тоже сами они не пришли на это заседание наши общественные слушания значит рабочие женщины только потому что они считают что это не их дело но как не их дело если по конституции они имеют право законодать инициативу почему они не принимают участие хотя у них есть определенные большие так сказать возможности помочь в этом вопросе посоветовать даже почему нет это же не возбраняется это как раз говорит о том что они открыты для общества они должны работать на общество как требует сегодня федеральное законодательство федеральный закон чтобы гласность работе было этих органов а этой гласности нет только здесь закрытые полузакрытые учреждения получается да вот поэтому и другие вот возьмите росреестр пригласил я его росреестр федеральной структуры тоже я говорю ну давайте мы с вами рассмотрим как лучше это решить это не наша задача наша задача его выселить снести значит зарегистрировать но у них сейчас марта этого года появился право еще проверять сделки законы сделок который совершает куи как они это делают да никак сегодня как не делают заключение я спросил нет ни одного почти вообще нету на сегодня это с марта этого года да они должны были то а сколько сделка за совершено никто не смотрит а куда эти какие какие нас а на самом деле законные сделки или незаконные поэтому вот эти органы они должны в этом деле принимать участие совместно и вот почему мы сейчас в рекомендациях общественные слушаем которые недавно 8 или прошли мы просим чтобы провели гражданский форум если уж полное согласие получить общество надо получить этого полное согласие на гражданском форуме где присутствуют все органы власти и общественность и все так с этим сообща могут выработать правильное решение бою вот к тебе вопрос как человеку творческому да вопрос такой достаточно для меня он допустим достаточно актуальный мы позиционируем себя в последнее время республика я имею ввиду да как там чуть ли не мекка туризма международного да вообще просто туризм вот посмотри едешь из-за болгинского до сана есть стороны аэропорта до город в центр кругом вот это одноэтажная страшная деревня вот какое впечатление на иностранного туристов вот это все произведет да даже не на стран даже на нашего конь москвича там питерца не знаю вот это же ведь тоже проблема вот согласия это проблема есть по этому поводу я уже разговаривал как-то со специалистом одной районы ну в общем учреждения нашей администрации и это был меня так тоже такой же вопрос был в общем если есть такие примеры да когда администрация обращаются к жителям чтобы они строили дома там одинаковые да типовые чтобы там какие-то хотя бы отделочные материалы были они срубы вот эти деревенские стояли вокруг готовы это делать в том-то дело что люди готовы такие дома строить понимаете люди когда выезжают но сейчас очень много разных материалов отделочных и тем самым это решаемый вопрос я тоже думаю что решаем и поэтому жители должны быть заинтересованы то в этом сами да их нужно заинтересовать их надо узаконить и затем как вот это делать потому что люди боятся что завтра придет какой-нибудь инспектор и снесет этот дом который с района привез есть смысл строить такое добротное жилье если его снесут да ну да это конец уважаемые друзья у нас к сожалению время подошло концу подходит концу но по традиции я вот вам даю слово буквально по минуте каждому владимир с вас начнем обращение к нашим телезрителям пожалуйста я уважаемые телезрители значит хочу обратиться к вам сегодня в наших руках решение этой проблемы если мы объединимся с вами вот сейчас мы хотим объединиться в организацию за достойную жизнь общественной организации которая будет защищать права не только от самовозчика но и всех граждан которые чьи права нарушается мы хотим поднять активность людей политическую правовую культуру и вот в этой организации я думаю что мы можем много реализовать проектов не только вот узаконивание самовольных построек но и другие общественно значимые проблемы я призываю вступить нашу организацию которую я вот возглавляю но еще хотелось бы что по самовольным постройкам мы выработали на общественное слушание все что возможно все все значит полностью программа которая представлена будет правительству и думаю что и всем другим органам власти не думаю что мы совместно с федеральными органами на уровне общественной палаты россии выработаем этот механизм правильно при условии если наши органы и депутаты которые могут вносить эти законодательные инициативы объединят свою веселье спасибо ладир ванч бои пожалуйста тебе слово скажу коротко по самоволке если смотрите если мы сами не возьмемся за это сами не решим тогда некому решать то есть сейчас надо как-то выходить на диалог с нашей властью и совместно решать этот вопрос я думаю что в ближайшее время этот вопрос решится потому что сейчас это он остро стоит остро стоит чтобы решить этот вопрос надо просто объединиться спасибо большое спасибо за участие в нашей программе программе спасибо уважаемые телезрители я напомню что в гостях программы открытый эфир были владимир иванович марков член общественной палаты республики бурятия визе и молодой кинорежиссер общественный деятель бояр владаев я владимир мальчиков прощаюсь с вами все вам самого доброго увидимся